Уважаемые соотечественники, прослушайте праздничное первомайское обращение к бывшему советскому народу от Семёна. Дорогие товарищи, уважаемые зарубежные гости, в этот день с особенным волнением вслушиваются советские люди в бой курантов с Пасской башни Кремля. В праздничном убранстве и наш цветущий город зелёных ящериц и малахитовых заборов. Наши чувства глубочайшего уважения и признательности обращены ко всем, кто беззаветно предан Союзу Свободных Народов, чьи труд и вдохновение делают нашу любимую Родину с каждым днём всё могущественнее и краше. К славному рабочему классу и труженикам колхозных полей, к нашей интеллигенции, к доблестным воинам, к нашим замечательным женщинам. Мы обращаемся со словами привета к нашей молодёжи, которая достойно принимает эстафету старших поколений, и от которых во многом зависит, какой будет наша страна к началу третьего тысячелетия нашей эры. С большим праздником мира и труда всех вас, дорогие товарищи! Вы прослушали праздничное первомайское поздравление бывшего советского народа от Семёна. Сегодня на дворе праздник мира и труда. Сегодня программа Семёна Феликс посвящена миру и труду. Ура, товарищи! В этот светлый праздник мне хотелось бы рассказать о душотрепещущем благодеянии Семёна для родных и близких жителей Свердловчанска. Лишь природная застенчивость не позволяет Семёну самому поведать о своём детище, этом прекрасном гигантском центре красоты и здоровья со скромным одноимённым названием «Семён». Вдвойне приятно рассказать об этом храме красоты для трудящихся первым. Сюда, но есть же ещё места, не вступала нога Иннокентия Шереметом. Итак, именно здесь, на улице Лапа-де-Вега, абсолютно бесплатно будут обслужены все участники праздничной демонстрации. Здесь каждому бесплатно будет выдавлено по одному угрю, вручен пучок волос, сделан частичный массаж спинного мозга и проведена индивидуальная консультация для приобретения походки под Семёна. В этот радостный праздничный день хочется сказать. Вот если бы каждый владелец магазина или салона, ну хоть по прыщику, хоть по пучочку, хоть по бровиночке, как бы похорошел наш город, насколько приятней стали бы жители его, насколько бы веселее стало ходить по его родным улицам. И мне хотелось бы сказать, соотечественники, равняйтесь на Семёна. Я бы сказал спасибо Семёну, я бы даже сказал больше слава Семёну. Неуклонная демократизация и дальнейшая капитализация страны привела к неуёмной активности массы. Частное предпринимательство, коммерческое будка творчества, совместное предприятие – вот далеко не полный перечень услуг, предлагаемых населению. Однако быстро развивающийся рынок заставляет искать новые подходы в деле накопления первичного капитала. Все вышеупомянутые причины привели к созданию сыскного агентства «Феликс». На этом поприще мы достигли зримых успехов, о коих и спешим вам сообщить. Поиски следов небезызвестного Василия Ивановича Чапаева привели к выявлению многочисленных мест стоянок героя и раскрытию разветвлённой сети его родственных связей. Ко всему вышеизложенному необходимо добавить, что работа ведётся с применением новейших достижений науки и техники и конверсионных разработок. Должен сообщить, что наше агентство оснащено по последнему слову техники. Вот недавно, вот только что буквально из аэропорта Кольцова нам из Америки прислали вот этот чудесный агрегат. Это компьютер, совместимый с IBM, очень последней модели. Вот вы можете посмотреть. Вот с помощью его мы закладываем в банк данных всю информацию, касающуюся преступности в нашем городе. Но не все в эти светлые праздничные дни хотят трудиться на благо их же самих. Некоторые аморальные типы, наймитые, я бы даже сказал, шпионы, ни почём не хотят знатно трудиться. Вот уже второй месяц банды малолетних преступников терроризируют владельцев социалистического автотранспорта. Сегодня мы хотели бы сорвать личину с безобразных аморальных лиц малолетних преступников. Творческая программа «Тук-тук» передала нам эксклюзивную съёмку, которая снята скрытой камерой, которую мы хотели бы вам показать. Пожалуйста. КОНЕЦ 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 Получив эти леденящие души кадры от программы «Тик-так», мы через своё агентство вышли на банду, терроризирующую наш город в течение последнего времени и договорились с ними об эксклюзивном интервью. Естественно, лица их будут изменены. Мы застали их за не менее ужасным делом, за сбором металлолома, который они собирали. И, в общем, мы сейчас с этим юным гангстером и хотели бы задать несколько вопросов. Итак, через разветвлённую агентурную сеть нашего агентства мы вышли на устрашающую банду «Новой Тимуровцы», как они себя называют. И хотели бы задать им несколько вопросов, касающихся дальнейшей жизни, в их ужасной деятельности. Потому что все вы знаете, поскольку вся наша передовая молодёжь занята передовым делом, естественно, продажей кукуруки, сникерсов. Эти ребята заняты гнусным занятием. И вот хотелось бы задать вопрос главарю банды «Новой Тимуровцы». Во-первых, мы много и очень долго искали книгу «Тимуровы команды», но так и не нашли, поскольку все библиотеки детские в городе закрыли и переделали под коммерческие ларьки. Поэтому бабушки нам рассказывали, то есть уже из уст усталок сказать, о тех подвигах, которые совершал Тимур. Вот мы решили в наше нелёгкое время, так сказать, повторить его подвиги. Но я со своей стороны хотел спросить, не слишком ли круто дело в том, что уже несколько инфарктов было у владельцев. Вы представляете себе, что утром он садится в машину, она помыта и заправлена. Да как, не слишком же жёстко, ребят? Дело в том, что человек, который имеет эту машину, которую мы моем, мы выбираем машины именно крутых людей. Самые дорогие. Да, да, да. Ну, я думаю, что если мы моем такие машины заправляемых, значит, они могут себе позволить лечение в дорогих больницах. А, значит, и тогда мы даём работу нашим врачам и медсёстрам. Ну, в общем, весьма благородно. То есть мы всё-таки думали, что они гораздо ужаснее, на самом деле не такие страшные. А чем свободно вот от ваших тимуровских дел время вы занимаетесь? Ну, мы, так сказать, изучаем историю тимуровского движения. Подпольно смотрим диафильмы, достаем через, так сказать, подставных лиц. Вот. А, про голубую чашку тоже, да? Вам нравится про голубую чашку? Ага, хорошо. А, если можно, то есть, скажем, чего нам ждать? Каких злодеяний следующих? То есть ваши планы борьбы с буржуинством? Мы в дальнейшем собираемся раскрасить все коммерческие магазины нашего города и коммерческие ларьки. Тимуровской символикой, звёздами. И провести между ними проволочно-бутылочную связь. А, вот, то есть, как в фильме, то есть, если их начнут там, а, снабжать тоже будете бесплатно товарами. Ну, в общем, я не знаю, что пожелать в вашем, так скажем, в таком неблагородном и опасном деле. В общем, видимо, где-то не попасться. И, вот, Семён уже говорил. Ну, я не знаю, будьте готовы, я не знаю, там. Всегда готовы. Мои соотечественники, заслушайте официальный отчёт о демонстрации трудящихся, посвящённых празднованию мира и труда на площадях, улицах, далях и весях. Бывший советский народ, весь как один, плотно сомкнув плечи и сдвинув брови, объединившись в колонны по интересам, радостно прошествовал по вышеупомянутым далям и весям. Вот, особенно торжественно идут номенклатурные работники. За ними вступает колонна ракетиров и сутенёров, радостно помахивая кожаными турецкими курточками. Игриво поглядывая друг на друга, вступают сексуальные меньшинства. В ластах и масках идёт молодёжь. Это легализованные авангардисты. Пролетающие на бреющем полёте самолёты машут крыльями и разбрасывают на головы трудящихся чукотский отряд космонавтов и парашюты. На этой оптимистической ноте мы хотели бы закончить репортаж о праздновании Первомая. Уважаемые соотечественники, в этот праздничный Первомайский день разрешите мне от имени программы Семёна Феликс пожелать вам здоровья, мира и труда. Христос воскрес! Воистину воскрес! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова